В эпоху Инстаграма разве что ленивый не заказал себе профессиональную фотосессию. Поэтому пути пошли и участницы фотопроекта в рамках подготовки к конкурсу «Леди Мармелад». Профессиональный мейкап и укладка волос, комплекты, подобранные стилистом в одноименном магазине «Леди Мармелад» и вот себя уже не узнать в зеркале. Горизонталь нас вытягивает, вертикаль нас якобы расширяет, но не всегда это работает. То есть если бы у нас горизонтальная полоска была выше, тогда наш силуэт уже становится более квадратный. Здесь у нас правильная длина. То есть для женщин размера плюс главное выбрать свою правильную длину. Это очень важно, иначе мы можем все испортить. Для Юли мы выбрали платье в романтичном стиле, с нестареющей классикой. Это горох, который по размеру абсолютно подходит к габаритам Юли, она у нас не совсем женщина размера плюс. Так как у нас вот здесь вот рюшечки добавляют нам длительный объем, поэтому прическу мы делаем более гладкую, чтобы наш силуэт смотрелся более изящно. Акцентом, естественно, в данном образе выступают босоножки красные, которые берут на себя все взгляды и очень хорошо гармонируют. Ассортимент у девочек очень богатый, очень интересные модели. Для себя это тоже подобрало много интересных платьишек. Идеальный тон лица и выразительные линии – важная составляющая студийной съемки, рассказала партнер проекта визажист Евгения Агеева. Съемка с искусственным светом, она очень часто забирает краски, поэтому у макияжа следует использовать более яркие оттенки, очень хорошо подчеркивать глаза, делать четкие линии лица для того, чтобы подчеркнуть правильные стороны и, конечно же, светокоррекция. То есть мы не нужное скрываем, нужно подчеркиваем красивым лёгким свечением. Для каждого типа лица визажисты подобрали свою цветовую гамму и индивидуальный макияж. Ну, у данной модели у нас глазки карие, и нюдовый макияж здесь у нас затеряется, поэтому мы добавляем немножко темных оттенков, чтобы выделить, собственно, глаза. Вот, также подчеркиваем контуринг, но он в данный момент у нас еще не закончен, то есть еще добавится румяна, добавится свежесть, добавится хайлайтер, то есть будет блеск. Пожелание моей модели было сделать глаза максимально выразительными и раскрытыми. Чтобы это сделать, необходимо затемнить их хорошенько, чтобы они бросались в глаза на снимки, но при этом мы подчеркнем слизистую глаза белым цветом, и так взгляд будет более открытым, широким, и глазки будут казаться большими и красивыми. Мне, конечно, непривычно, потому что мэйки я такой никогда не носила. А с прической я тоже еще, в общем-то, достаточно хорошо не познакомилась, даже в зеркало себя еще не видела, но я привыкла доверять профессионалам, поэтому, чтобы они не подобрали, я все привыкла. Образы идеально вписались в стиль и характер каждой женщины. Во многом благодаря работе бьюти-специалистов даже новенькие участницы уверенно работали на камеру. Они подобрали вот именно то, что я ношу в повседневной, что мне родное. И спортивный образ у меня будет, и классический. Нужно, чтобы как стрижка обрамляло лицо. И окрашивание, если делается, то лучше выбирать сложное окрашивание, два или три тона. Сейчас на улице осень, серость, хочется ярких каких-то впечатлений. Я посмотрела, как они зажигают. Люди разные, но их объединяет какую-то жизнелюбие, я посмотрела. Фотосессии для некоторых девушек уже обычное дело, ведь они участвовали в первом сезоне конкурса «Леди Мрамелад». Кстати, кастинги второго сезона еще продолжаются. Сам проект стартует 1 ноября, а финальное шоу запланировано на 6 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok